Санкции в Украине. У нее большие возможности. Путин с 2014 года и даже раньше готовился противостоять таким санкциям. Поэтому на это потребуется время, усилия. И вот мой отчет, который мы сегодня здесь будем обсуждать, он говорит о том, что санкции имеют должный эффект. Он сильно прогрессирует со временем. У Путина пока есть резервы сопротивляться, но нужно не бегать каждые пять минут смотреть на часы. Если он еще не остановил войну, значит санкции не работают. А надо просто методично продолжать это давление. И уже есть у него серьезные проблемы. Ну, например, если хотите, то то, что в течение зимы и весны Россия не смогла предпринять ожидавшегося масштабного наступления, это последствия санкций. То, что мы слышим все время разговоры про артиллерийский снарядный голод или вот даже дефицит питьевой воды у российской армии на фронте, это последствия санкций. Так что я сегодня об этом всем буду рассказывать. Здесь надо терпение и оценивать системные эффекты того, что происходит. Вот сегодня я хотел просто такого подробного профессионального разговора на эту тему. Есть над чем поработать, есть где эффективность ниже, да, и есть еще что сделать. Но в целом Путину, конечно, в ближайшее время придется очень сложно, и это будет в том числе ограничивать его возможности эффективности войны. В следующем году, будем так называть, в России состоятся президентские выборы очередные. Связываете ли с этим событием вы какие-нибудь надежды на изменение ситуации в самой России? И остаются ли, с вашей точки зрения, у России шансы изменить режим и изменить свое будущее конституционным путем? Здесь очень сильно зависит от общественного мнения в России, потому что сейчас мы видим за прошедший год, что поддержка Путина и поддержка его войны против Украины слабеет. Многие люди начинают реально понимать, что происходит. Они очень сильно были оторваны вот за этой стеной пропаганды и дезинформации, но правда доходит, да. И я думаю, что вот выборы 2024 года, они будут иметь значение, допустим, в случае, если будет очень сильное падение общественной поддержки у Путина. Если все будет оставаться примерно как сегодня, то он просто нарисует себе нужные результаты. То есть это вот событие, оно сильно зависит от общей обстановки. Но когда-то этот момент неизбежно наступит. Мы помним, скажем, как все эти процессы развивались в 80-е годы, когда вот, например, была война в Афганистане и резкое ухудшение экономической обстановки. Ну, люди начали понимать, что происходит вокруг. И сначала все было довольно тихо, но потом мы увидели масштабные протесты. Я бы не говорил о конституционной смене режима, потому что Путин законопатил все возможности для этого. И единственный здесь вопрос будет, когда уже страна просто покажет, что она не хочет дальше, чтобы ей управляли эти люди, этот руководитель. Я думаю, что если вот тенденции такие продолжатся, то мы в обозримой перспективе это увидим. Хотя сейчас это все, конечно, сильно сдерживается страхом вот этими огромными тюремными сроками, которые фактически означают, что ваша жизнь будет разрушена. Поэтому люди так осторожно подходят, но со временем это будет меняться. Спасибо вам за ваше мужество представлять альтернативную позицию. Спасибо. Спасибо.